Добрый день! Этого, наверное, уже никто не ждал, но оно случилось. Ганн-12 Маглев. Примерно год назад я в видео с ответами на вопросы говорил, что не планирую покупать эту головоломку. И я не покупал. Мне его подарил мой подписчик, который предпочел остаться неизвестным. Ему большое спасибо за эту головоломку. Было очень приятно. Это случилось уже много месяцев назад. И все, руки не доходили как следует протестировать эту трешку. Давайте посмотрим на коробочку. Ганн-12 Маглев. Ганн-куб. Опять и снова. Кубик. Техническая информация. Все такое переливается. Открываем. Здесь куб в хитром боксе. Карточки. И коробочка с аксессуарами. Давайте с рунды начнем. Здесь мешочек. Бархатный. Ганновский. Маленький. Но только по трешку, двушку. Может четверка влезет. Дальше. Какая-то большая инструкция. Очевидно, здесь есть, наверное, весь Фридрих. Стандартная, ганновская. Не разворачивал еще, если честно. Но да, здесь все есть. Еще одна инструкция. Это уже как пользоваться. Как настраивать. И вот такой вот кейс. С дополнительными деталями. Здесь ключик для настройки пластиковый. И здесь еще вот такие вот штучки. Это запасные магниты, которые другой магнитной силы, наверное, посильнее. Они расположены в уголках головоломки. То есть можно их поменять и сделать более крепкие магниты. Если я ничего, конечно, не путаю. А я не использовал их. Сам кубик. В таком боксе. Что-то здесь написано. Хитрый бокс. Компактный, тоненький. Я таких еще у Гана не видел. Но я давно у Гана-то и не покупал. До сих пор и не покупаю у кубики. А боксик приятный, воздушный. Открывается, закрывается. Но он, наверное, еще вот так должен делать. Да. А вместе с кубиком. Я так не пробовал. И вместе с кубиком так делает. Очень даже хорошо. Бокс симпатичный. Сам куб. Ган-12. Стандартный размер. Стандартная расцветка. Все стандартно. Понятно, что он легкий, ибо это Ган. Выпускали 12-ю версию в трех видах. Это Ган-Лип. У которого нет системы Моглев. И Моглев матовый. И УВ. Типа глянцевый. У меня, несмотря на его внешний вид сейчас, версия матовая. Был изначально из коробки. После трех тысяч сборок, которые я сделал на этом кубике, он, конечно, стал уже более глянцевым. Но матоваясь, мне никогда не нравилось, и я рад, что так произошло. Поначалу мое мнение о кубике было неоднозначное. Я открутил первую сотку, вторую. Что-то в нем все не устраивало. И я первым же делом отрегулировал магниты. Они регулируются вот здесь вот на уголках. И с каждой стороны их надо было повернуть. Я сделал самое сильное положение. Но другие мне не понравились. И стало, в принципе, комфорта. И вот эти дополнительные магниты я, ну, про них, во-первых, даже не вспомнил. Ну, и не захотелось. Поначалу, может быть, и были мысли сделать притяжение более сильным. Но потом как-то привыклось. И стало уже хорошо. Также изначально мне казалось, что он очень грубый и жесткий. И я, сделав несколько сотен уже сборок, планировал снимать крышки и настраивать. Но потом как-то приработался он, притерся. И я даже не попробовал вот эту двойную настройку, которая здесь есть. Мне она казалось не нужна. И кубик понравился такой, какой есть. Ну, исключая магниты, конечно. Настройку магнитов я поменял. Понятно, что сейчас этот обзор не особо-то и актуален. Уже вышла 13-я версия, которая в чем-то, наверное, превосходит. Но я 13-ю все же покупать не планирую. А про 12-ю рассказать, наверное, стоит. Потому что когда-то в момент того, как мне его подарили, он стоил, наверное, сильно дорого. Сейчас уже с выходом следующей версии цена должна стать ниже. А кубик хуже не становится. Он отличный. И, вероятно, Ганн-12 теперь сместит МС-3В1 с лидерских позиций. Не знаю, я еще подумаю, покручу МС-3В1. Но пока Ганн-12 очень радует. Единственное, что в нем есть, это шумность. И звук, как у целлофанового пакета. В сборках особо не мешает, но он забавный. От премиального кубика, наверное, все-таки хотелось слышать другие звуки. Но в остальном... Отличный куб. Сейчас мы его еще разберем, если получится. Я сделал несколько сборок на камеру, штук 50. Но у нас как раз здесь были такие очень сильные морозы. И результат получились, конечно, не особо. Хорошие, но какие есть. Даже там 10 секунд ни разу не случилось. На 13, наверное, лучшие попытки. Было холодно. Руки сильно не двигались. Но это так. В общем, по итогу 3000 сборок я получил примерно те же результаты, что и на других кубиках. Быть может, даже чуть хуже, потому что делал это с большими перерывами. С 15-16 секунд в мое среднее время, так оно и вышло. Стоит ли покупать этот куб, если у вас нет других топовых, и вы надеете, что время у вас резко улучшится? А, наверное, нет. На любом современном кубике, наверное, можно показывать хорошие результаты. Даже на Милонге 3М, который я всегда рекомендую, как первый магнитный. Но, как я и всегда говорил, если вы хотите себя побаловать, то Ганн 12 это то, что нужно. Но сейчас, наверное, баловать на себя нужно уже Ганн 13. Кубик замечательный, но достаточно дорогой. Скажу одно, мне было очень приятно тестировать этот куб. Я продолжу его крутить, после того, как протестирую еще парочку. И также было очень приятно получить подарок от подписчика, который сделал это от чистого сердца и даже не требовал никакой себе рекламы. Его имя останется неизвестным. Недавно он мне подарил еще один кубик. Это R3M Super с шаровой крестовиной, Ball Core. И он будет следующим на тест. Его я сейчас приступлю тестировать. И сам я купил чуть ранее Tornado V3 Pioneer. Полежит немножко, подождет. Потом мы с ним разберемся. Я этот уже чуть-чуть повращал. Интересный кубик. Я хоть и не люблю серию R3M, но этот захотелось покрутить. К нему вернемся позже. Ну, давайте его, наверное, разберем. Если позволит. Легко позволяет. Что мы здесь видим? Видим уголок, который сделан из неокрашенного пластика. Здесь всякие соты. И вот эта вот магнитная деталь, цилиндр, который можно поменять и поставить чуть больше из кейса. Ну, сказать чуть больше, наверное, некорректно. Скорее всего, здесь какой-то другой магнитик просто. Они на вид одинаковые. Также мы видим, как просвечиваются стандартные магниты. А вот этот цилиндр, он притягивается к ответной части у крестовины. Так ее видно лучше. Там магнитик блестит. Крестовина красивая, такая прозрачная. Вроде крепкая. Больше трех тысяч сборок уже выдержала. Ну, а вот так выглядит ребро. Здесь вроде бы ничего особенного. Те же соты. Тот же неокрашенный пластик. Небольшие такие ножки. Магнитики просвечивают. Ну, и то, что нас ждет под крышкой. Такая синяя деталь, где есть циферки. Можно покрутить, менять расстояние между магнитами. Это же система Маглеб. И, наверное, можно еще что-то там приближать всю эту конструкцию к центру кубика. Ну, могу ошибаться в деталях. Я не пробовал, не крутил. Мне подошло и так. Ну, для тех, кому хочется чего-то иного, здесь широкий спектр настроек. Если сам кубик немножко потрясти, то будет слышно какое-то дребезжание. Не знаю, оно или нет, создает тот целлофановый шелест, который мы слышим при вращении. Ну, вот так вот дребезжит. Раньше не замечал. Собирается, разбирается легко вот в этой базовой настройке. Но я не припомню каких-то осложнений на этих 3000 сборок, чтобы вылетали элементы. Я даже не припомню, чтобы ухлаки флипались. Хотя, может, такое и было. На первых сотнях. Уже сказать трудно. Но на последних 2000 точно не было. Замечательный кубик. Если не хочется тратиться на ГАН-13, возможно, выбор хороший. А так, есть полно более дешевых версий. Тот же RS-3M, тот же Tornado V3, который, ну, наверное, уже мало чем уступает кубам от ГАН. Но я очень доволен, что этот кубик есть у меня. Я не покупал предыдущий ГАН-11. У меня был только ГАН-X. Не покупал версию вторую. Ну, и куча там выходила кубиков от ГАНа. Ну, потому что стоили они дорого. А сильно улучшить мою скорость сборок они все-таки не способны. Хотя, крутить приятно. Это все-таки баловство. Ну, либо, если вы супер-пупер-профессионал, который считает сотой долей и ему это важно, то да, для этих целей, наверное, важно иметь самый современный куб. Ну, тогда вам ГАН-13 уже, наверное, больше подойдет. На этом все. Всем спасибо. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok